Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на моё новенькое видео по игре Омси 2. Ой, как давно у нас не было ребят Омси на канале. Решила сделать такой небольшой перерыв в этой игрушке. И, ну, знаете, просто это иногда полезно делать, потому что как бы всё равно, когда ты каждый день играешь в одну игру, она тебе очень-очень быстро надоедает. Я не скажу, что Омси мне надоело, нет, просто у меня, ну, так скажем, закончилось вдохновение, что ли. Но это не одно и то же, если бы я говорил, что мне игра надоела. Нет, это совершенно разные вещи. Короче, ребят, сегодня мы с вами прокатимся по вымышленной карте, как она сама себя, в принципе, и позиционирует. Называется она Барзони какой-то там, короче. И, что самое, ребята, главное, для того, чтобы эта карта работала, вы должны язык системы установить немецкий. Ну, те, кто, в принципе, понимает, как это всё дело работает, кто сталкивался с небом, когда загружаешь немецкие карты, да и не только немецкие, на русских системах. В общем-то, в принципе, есть такой косяк. Они просто не работают. И вот для того, чтобы она работала, нужно сделать язык системы немецкий. Это всё достаточно просто делается через панель управления. Вы открываете панель управления, там региональные стандарты, если я не ошибаюсь. То есть открываете вторую вкладочку, там, которая будет справа, и там нажимаете язык системы, выбираете просто немецкий, перезагружаете и всё. Сама игра у вас, ой, сама система у вас останется на русском языке, но это поможет для того, чтобы карта у вас непосредственно запустилась. Ссылка на карту также в описании. В качестве автобуса, ребята, у нас сегодня будет Icarus 260-51. И уж так совпало то, что у нас и Icarus 260-ый, и маршрут 260-ый. То есть, ну, прям вот просто всё реально одно к одному. Итак, едем мы, как всегда, по расписанию. Здесь у нас, в принципе, маршрутик не такой уж и большой. Давайте посмотрим, сколько у нас тут всего остановок. Ну, как небольшой. Где-то примерно 15-20 минут. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у нас всего идёт остановок. Ну, соответственно, даже, наверное, 7 или даже 6. Прокатимся, посмотрим, что за карта. Так, у нас ещё 5 минут, в принципе, есть. У нас всего лишь пока что 2 человека в салоне спряталось. Никто больше не хочет с нами ехать. Ну, вот так вот Icarus выглядит в салоне, если кто не знал. Не знаю, мне нравится. Прям ничего так неплохо. Вот можно свет, пожалуйста, включить. Можно вот так вот побольше света сделать, если вам его мало. Ну, и, соответственно, можете там окошки все пооткрывать, если вам жарко. Ох ты, кстати, ещё пассажиры подходят. Вот это неплохо. Прям вообще хорошо. Так, отлично. Где-то она там рассчиталась. Видимо, нашла там какую-то историю для того, чтобы рассчитаться. Ну, молодец, молодец. Правда, там ничего нет, но ладно. Пусть будет так. Пусть она рассчитается там. Так, ну что, подождём ещё. Я думаю, чтобы где-то примерно у нас минутки 2 осталось до конца. И тогда уже мы будем отправляться. Потому что, как бы, сейчас стартовать за 5 минут раньше абсолютно никакого смысла нет. По этой карте, ребят, я не ездил. Она вообще сама по себе очень странная. Я поэтому, как бы, не люблю вот эти все немецкие карты. Потому что там всё написано вот этими немецкими символами. И хер разберёшь реально, где какая остановка, что для чего. О, они всё делают наоборот. И, о, это просто ужас какой-то. Это вот единственный маршрут. Я просто запомнил то название остановки, на которое я телепортировался. И в расписании я просто это название остановки выбрал. Чтобы эта вот остановка у нас была стартовая в расписании. И всё. И вот выставил тот маршрут. Почему я взял, что 260-й? Потому что здесь вот пишется 260-й. Всё. И конечку я подбирал уже, опираясь вот на эту платформу. Это значит, что у нас платформа номер 3. То есть нам на третью платформу надо будет прибыть. Всё. То есть вот давать какие-то уроки, давать какие-то гайды. Поэтому вообще бесполезно, я считаю. Потому что это всё везде по-разному постоянно. И, блин, это всё очень тяжело объяснять. Так, ну что. Три минутки у нас остаётся. Давайте, наверное, будем отправляться. У нас коробочка механика. Снимаемся с ручничка. И потихонечку поехали. На первой тронулись. Сразу включаем третью. Потому что у нас и Карус такой, ну, тяговитый автобус. Он ему вообще по барабану. Он хоть в третий, хоть в пятый поедет. Ну, вообще плевать. По большому счёту. И сразу четвёртую ему поддаём. Так. Надо тут смотреть по сторонам. Карта достаточно узкая. Как я понял. Так немножечко полетал. Посмотрел по сторонам. И, да. Надо прям смотреть в оба глаза, что называется. Лучше всего в четыре. Если у вас очки есть. Это прям будет вообще кайф. Так. Я надеюсь, там сюда. Потому что там вроде как ничего у нас не было. Давайте сразу пятую ему поддаём. И потихонечку отправляемся. Снег я не стал ставить. Погода у нас такая осталась. Февральская. Сегодня у нас 27 февраля. Омскую погоду подставил. На улице у нас тепло. 4 градуса. И я так подумал, что в принципе это нормальная погода для какой-то там вымышленной Германии. Почему бы нет? Давайте шестую, наверное, сразу. Что плохо ещё, когда ты на клавиатуре переключаешь передачи. Что шестая передача, что свет у водителя в салоне. Они на одну и ту же кнопку, блин, запинзены. И постоянно два раза на это надо нажимать. Ну, если ты шестой передачей, конечно, пользуешься. 60 километров в час. Где-то примерно 1600 оборотов. Нормально. Даже 70 у нас уже. Потихонечку, потихонечку заползём. Ничего страшного. Кару сползёт. Блин, положение камеры я бы на самом деле немножко исправил. Жалко, вот Омси нет такой фишки, как где-то есть. Я бы камеру сделал, допустим, вот так. Ну, просто постоянно, когда я нажимаю клавишу сброса камера, она у меня сбрасывается в такое положение. И постоянно её регулировать я не хочу. Просто повыше чуть-чуть я бы её поднял. Угол наклона и всё. Так, давайте, наверное, на пятую перейдём. Вот у нас горочка пошла. Будь гололёд, я бы, наверное, сюда не заехал. Так, заезжаем в какой-то посёлок. Тролочку скидываемся. Кис Мороз. Отлично. Кис Моэс как будто бы считается поцелуемую жопу. Так, Кис Мороз. Здрасте, пацаны, девчата и девчули. Отлично. Они садятся, это уже самое главное. Алло. 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 Это ж типа немеццы, а тут же все по-немецки разговаривают. Так. Ну, здесь можно сразу за второй. Ой. Всё нормально. Опять я не ту клавишу нажал. Что происходит, блядь? Закрыл двери. Нормально всё? Поехали. Понажимал херовую гору клавиш. Всё, покидаем на Кис Мороз. Смотри, какие слева горы прикольные. Интересно сделано. Херово, то что дальность прорисовки в Омсе говно, оставить её больше я не хочу, потому что тогда будет жёстко лагать. Но хоть так в районе 60 фпс держатся и ладно, что называется. Поэтому что-то рушить я не хочу на самом деле. Как бы вот так идёт. И ладно. Пусть иногда подлагивает, пусть иногда дёргается, но зато идёт хорошо. Да иди ты нахуй! Пиздишь там, блядь. Еле как, сука, повернул. Они уже там воют. Паскуды, блядь. Я знаю, Каруси, сколько там? 290-250 тысяч. Ни хера не вижу. Зрения никакого нет уже. Всё, посадил нахер. Не играйте, ребята, в компьютерные игры много. Иначе потом будете, как я слепой, 27 лет. Нахер оно надо? А я вот не знаю, куда ехать-то. Туда, наверное, надо было, да? Вот, сука. Ни указателей ни хера. Нет, к вам асискола какая-то. Сиськи какие-то. Вамин сиськола какая-то. Там какая-то цырнглдова была. Ну, значит, нам не туда. Пока едем так, как есть. Ползём потихоньку, потому что дорогу я не знаю. Интересно, да кого-то когда-нибудь добрёт, помните, навигатор сделать? Ну, как бы он, в принципе-то, уже есть? Что-то типа навигатора, вот в этом бастреб-симуляторе, или как ли там это дополнение называется, типа с автопарком и локальным этим мультиплеером. Там карта просто отображается, и на которой видно твой маршрут, и всю вот эту вот историю. Бамас-Микола. Вялые сиськи будем называть этот посёлок. Так, нейтралочка. О, красные стрелочки, точнее оранжевая. Ну, вот такое я люблю, да. То есть он нам подсказывает, куда нам конкретно надо повернуть. Ну, смотри, мило у них тут так достаточно. То есть прям всё так очень-очень-очень. Только только, смотри, как акузенечка. Так, вторая передачка. Со встречки поворачиваем. Отлично. Спокойненько, без нервов, повернули. Похер, что со встречки. Главное, вошёл. А вот если убрать вот эту надпись по-немецки, да, и такое ощущение, будто я где-то в деревню какую-то русскую проехал, вот в натуре. Так, у нас какой там перрон? Не показано? У нас перрон номер два. Ну, то есть, соответственно, нам вот в эту вот историю надо. В МОС МИКОЛА. Ясно. Нет, я к перрону прям подъеду. Идите-ка вы нахер. Точнее, прям к знаку. Теперь можете заходить. Хоть и холодно. Что-то мне ты слышал. На 5 градусов. Нормально. Так, у нас 3 минутки есть ещё. Вроде бы 3 минуты у нас есть. Так, ну давайте попробуем пичугу включить. Раз им так холодно. Хотя бы на начальное положение мы её воткнём. Так, ну что, со второй погнали. Так, ну здесь пока я не буду переключаться. На второй доползём. Там, ну, вроде, опять надо будет направо. Так, опять же, со встречки. Ну и что там у нас? Ни хера не вижу. Ну, вроде ничего нету. Я куча камер этих в ОМСе. Наш братишка тоже какой-то поехал. Всё, пятую подоткнули. И почалили дальше. Так, пока не буду на шестую переходить. Подлагивает, зараза. Вот в таких местах всегда ОМСе почему-то лагает. Когда ты проваливаешься где-то на подъём. На шестую и погнали потихоньку. Если был подъём, значит скоро будет спуск. Такие повороты здесь резкие. Итак, я вижу там опять оранжевые стрелочки. Значит, нам надо клад поворачивать. Куда-то налево. Риан-азостка какая-то. Ну, давай проезжай, дрищуган ты, сука. Охотничья вышка в воздухе висит. Прикольно. Третья. Отлично. Не, на клавиатуре в принципе можно переключаться, если только где-то она у тебя под рукой. Ну, если не хочешь палку туда-сюда колотить. Почему я не ставлю просто ручную коробку? Потому что она, во-первых, шумная. Во-вторых, мне её некуда просто ставить. У меня стол немножко неправильной геометрии. И как бы, чтобы вы понимали, грубо говоря, просто представьте классическую коробку передач и разверните её вправо. И то есть у меня получается, чтобы включить первую передачу, мне надо толкнуть от себя и вправо. То есть она как наоборот у меня перевёрнутая, получается, тогда будет. Ну, либо под левую руку её ставить. А левой рукой я не умею переключаться. Так, четвёртая передача. Давай, давай, давай. Блин, что за беда с объектами? Почему они все в воздухе здесь висят? Я понять не могу. Неужели это так сложно высоту отрегулировать? Или просто на это не смотрели? Так, сверху просто ляпали, как попало, лишь бы было. Ползёт, старается, молодец, и Карус. Я ещё полностью его не придавливаю. Пятая пошла. Только кац отпускаешь, вот сразу скорость теряет. Нихера у них тут виды. Вот устроились, ах, смотри, замок там даже какой-то есть. Прикольно. Шестая передача. Едем мы на дачу. Везем немцев полный карус. Я не знаю, что их поджидает. Ведь за рулём от Каруса едет Алексей. Да, ох, дебила. Не, ну я сегодня нормально еду. То есть как-то в плане может быть того, что я как-то неадекватно на что-то реагирую, это да. Ну, просто настроение хорошее, не более. А так я стараюсь ехать прям адекватно. Карта к этому располагает. Она вообще не располагает к тому, чтобы здесь ехать сотку, там, 80. Вообще не то. Ну и плюс ко всему автобус, конечно же, да. То есть у меня вот ассоциации им вот такие вызывают, что он медлительный такой карус. Вонюченький так немножечко слегонца. Но, тем не менее, всё равно нравится. Так, пятую вода ткнём ему. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Ехай, только не клюй. Интересно, если бы гололёд был бы сюда заехал. Да это бы заехал, а что бы не случилось. Пока там идёт ходом, да и всё, и нормально. Вот в ту сторону маршрут, конечно, ходит немножко тяжелее. Там постоянно надо на повышенных передачах. Ой, точнее, на пониженных передачах, на повышенных оборотах. Ну, чтобы тормоза просто не перегревать. Постоянно это будет... Вот этот вот стоять. Так, карта-то неплохая, но глядут с объектами, реально беда какая-то. Почему не все в воздухе висят, я понять не могу. Как будто вообще не тестировали вот эту историю. Как-то под наклоном сверху, наверное, расставляли эти объекты и просто не посмотрели на то, что они могут висеть. Так, у нас 2 минуты запаса есть, это хорошо. Всегда стараюсь такое или менее 3,5 минуты держать запаса. Давайте шестую ему поддадим. У нас тут у нас более ровная уже местность пошла. У нас вот бак уже почти пустой. Я там прям, смотри, вообще чуть-чуть-чуть-чуть. Опаньки, остановонька. Что за село? Рианостра. Ясно. Ничего не понял, короче, но видно хорошая деревушка. Так, открываем еще заднюю дверь и потом хотят выйти. Все проветрились, покурили по социалии, поехали отсюда. Так, отлично. Сразу четвертую, со второй тронулись, четвертую поддали. И все, и больше коробку мы не трогаем, потому что дальше нам надо будет выполнять правый поворот. Здесь мы понижаемся сразу на вторую. Как интересно, когда передачу скидываешь, даже через передачу он прям так кивает, знаете, прикольно сделано. Так, и что нам в этот поворот надо? Ну, а я сюда, наверное, не влезу, только через тротуар. А тут вот эта замечательная легковая автомобиля под именем Шкода. Не, повороты, конечно, кончелыжные на этой карте под 90 градусов на автобусах. Здесь только на спринтере есть здесь. Но этим и интересно. Такое ощущение, будто в какой-то советский поселок приехал. Панельки эти же самые, как будто бы это что-то в восток Германии какой-то. Жокаймор какой-то. Окей, Жокаймор так Жокаймор. Я не уверен, что нам здесь надо останавливаться, конечно. Но мы остановимся, сделаем остановку на всякий случай. Так, а не надо. Дальше у нас идет какая-то короса, и, соответственно, мы уже приедем. Здорово, здорово. Так, вторая пырдача. Потихонечку помчали. Сразу четвертую. Трафика мало. Вот это проблема. Так, и шо? А здесь куда? А, вон остановка, вижу. Все, понял. А, ну то есть мы в какой-то прям уже большой поселок заехали, и, соответственно, типа здесь мы сейчас катаемся. По поселку, по остановкам. И следующая у нас, как я понимаю, уже будет конечка. Но так-то ничего. Карта, конечно, интересная. Скилл проверяет конкретно. Я думаю, здесь прилипнешь надолго, если на гармошке поедешь. Роза, рожа, 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 точно. Пш-пш-пш. Ооо, это не так. Что нахер, блин? У меня печка не работает. Ви-зу-ва-су-ла-т-ма-с. Ясно. Ну нахер названия, я больше эти произносить не буду, иначе мне точно немцы никогда это не простят. Так. Третья. Мне кажется, или в салоне все в натуре, там окна замерзли. Ты прикинь? В натуре смотри. А мне-то нормально что? Я еду, у меня нормально все хорошо, все оттаявшее. А они там-то охеревают, там все позамерзало внутри. Вот это да, прикол. Ну ладно, пусть дальше мерзнут, я не буду. А вообще, давайте включим печку на полную. Прям вот вообще, чтобы она была у нас. Ну сейчас попробую. Сейчас по идее, они должны отойти. Окна. Грузи, когда на максималку эти три выкручиваешь, то все, они должны отходить. Ну посмотрим. Если я не ошибаюсь, опять же, по-моему, да. Горочку, конечно, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа, четвертая, погнали. Я смотрю, что-то у меня дверь какая-то, это, стекло белое стало. Все, ну и что такое? Так, ребят, ну мы, кстати, приехали. Здесь, по-моему, где-то автобусный парк должен быть, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Так, у нас третий перрон. А где здесь третий перрон? А третий перрон у нас как раз-таки в этом месте. Там где-то чел что-то залип. Он будет переходить дорогу, нет вообще? Не будет? Ладно, хер с ним. Мы его вот так вот объедем. Так, отлично. Заезжаем. Все, и здесь уже можно, в принципе, будет вот так вот остановиться. Все. Нейтралочка. Пыщ-пыщ, как говорится. Бум, с таким стуком дверь открылась. Блин, прикольно, смотри, реально замерз. А в начале видео он у нас был нормальным, кстати сказать. Он был у нас без вот этой всей истории. Ну что, ребят, что я вам хочу сказать. Карта действительно прикольная. И в целом, так вот иногда покататься, поугарать. Прям самое оно. И реально крутая карта. Ну вот единственный минус, конечно, в том, что она на русских системах херово работает. Поэтому как бы вот нам придется переставлять язык системы на немецкий. И тогда эта карта заработает. Это, наверное, единственный минус. Ну а так, в остальном, она очень даже интересная, милая, приятная. Систему практически не нагружает. Есть некоторые моменты, где она сплайна начинает подгружать. Но в остальном, очень даже бодренько. И прямо карус здесь, ну, вообще просто в тему. Ребят, на этом все. Все ссылочки вы найдете правильно? Где? Правильно? Где? 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 В описании, конечно же. Ребят, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Оставляйте ваши комментарии. Ну а с вами был Алексей. Я желаю вам всем хорошего настроения. Всем огромной удачи. Пока. И надеюсь, мы с вами совсем скоро увидимся. Пока-пока.